Мы на месте. Мы приветствуем Константина, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Готов, доверил. Ты видишь что-нибудь визуально? Да, у него в области головы какое-то пятно белое, и сам он растяжки как нитки на руках, на ногах, он поднимает, они за ним тянутся, как жвачок, круг какой-то белый. Хорошо, включаем внутренний белый свет Константину, и этим светом выдалит ИСЯ. Все негативная патогена низкоаберационная, эти растяжки выходят, отключается полностью, выходит этот белый туман, все выходит перед ним, формируется в шар. Готово. Да и команду, значит три, сканер сканирует пространство над головой Константина, под ногами 360 градусов вокруг него. Один, два, три. Сканер сканирует систем тонких тел Константина, находит все. Этот шар висит, убери его в клетку, пожалуйста. Отправляя шар в клетку-тюрьму. К этому шару протянулась девушка какая-то, она, так картина идет, она, венок у нее сарафан, она собирает цветы и плетет еще один венок для него. Она в клетке? Да, не она картинка. Давай притянем ответственную, вот этой картинке, вот этих растяжек и тумана выстраивается канал к ответственности за магию. Один, два, три. Притягиваем ее в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Она стоит в клетке и показывает ладони, у нее черные. Понятно, она, значит, занимается черными делами, поэтому руки черные. Итак, кто ты, представься, как тебя называть? Она в ладоши хлопает и она, эту женщину, показывает на картинку, на эту, которая в венке. Она его окольцевала этим венком. Она имя свое будет называть или я сейчас открою поток любви Абсолюта в ее клетке? Она показывает руки и не идет информация, что ты, если откроешь поток Абсолюта, она сможет почистить их. Я думаю, тебе чиститься не стоит. Не входит в план. Итак, сколько стоят эти растяжки и туман в биополе Константина? Что ты поставила ему в биополе? Какое действие? Всю информацию выкладываешь. Пошла информация. Она отправила им этот шар в виде венка на голову. Из шара пошли эти нити, которые руки-ноги спутывали. На энергетическом плане она послала этот шар? Да. Понятно. Значит, она владеет... Тролль через этот венок. Когда это было время? Сколько дней назад? Месяцев? 30 декабря. На 30 декабря. У меня такой вопрос к Константину. Мы уже встречались с такими ситуациями неоднократно в последний раз. Вы не захотели давать откат этого негатива? Как вы сейчас решаете? Вы хотите вернуть назад тому, кто поставил вам эту подключку, растяжку и туман? Да, вернуть назад все, что получила я. Отлично. Хорошо. И какую-нибудь защиту поставить от них? С защитой сначала мы с ней разберемся. В поле с явлением Константина выстраивается прямой канал к этой девушке. Я устанавливаю на нее эти же растяжки, которые она установила в его биополе. Этот туман входит в ее биополе. Она не может его вывести. Да, будет так, а так и есть. И в течение одной минуты Константин дает откат всего негатива, что он получил от этих подключек и от этой женщины. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла энергия по каналам. Все возвращается назад. Она испытывает все, что она поставила Константину на себе в течение одной минуты. Да, будет так. У нас получается в одной клетке была вот эта картинка, где девушка с венком, другой шар. И в третьей это женщина, которая притянулась. Они все соединились в единое. И этот шар внутри нее разгорается и распускает вот эти как нити. Вот ровно столько, сколько она дала, этот шар возвращает назад. Действует точно так же. Она не может вывести эту подключку из биополя. Она действует до тех пор, пока не отработает свою программу. Никакой связи с Константином больше не существует. Сжигая канал на счет 3. 1, 2, 3. Открывая воронку в галактическое ядро и канал улетает на переработку. Закрывая печаток и растаряя. Готова. Она злится. Это будет еще хуже. Она не будет находить очень многих вещей в своей жизни, на которые она могла опираться. А с твоей магией, честно говоря, это надо прекращать. Константин, вы желаете стереть ей магическую память, подключение к магическим программам? Конечно, если это поможет. Подхожу к клетке, достаю свое кольцо магическое, открываю его и дую в него. Вся эта пыль покрывает ее, стирает полностью магическую связь и может больше колдовать. Да, будет так, а так и есть. Забывает все. Все. Отключается от Игрегора и ничего не помнит, что касается магических программ. Ну, она сперва смеялась, а сейчас как будто заснула, замерла. Хорошо, нам больше она не нужна. Открывается сейчас портал на чистоте этой женщины. Один, два, три. И возвращаем ее назад в ее биопулю. Закрывая печаток, растворяя этот портал. Она спит. Ей вернулось ее тело. Хорошо. Она получила то, что она послала. Итак, включая внутренний белый свет Константину. Этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное низкоаберационное остаточные энергии. На чистоте этой магии все это выходит, формируется перед ним в шар. Все негативное патогенное низкоаберационное выходит, летит в шар. Остается 100% энергии Константина. Ей шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Посмотри, сколько энергии нужно Константину и какая частота вибрации. 350 и 24. На счет ремакушку головы Константина начинает поступать 7 высокоаберационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет его, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Посмотри, у него Меркаба активирована. У него есть Меркаба, но она тусклая. Он просит защиту от сглазов магии. Здесь надо комплексно подходить. Меркаба не исключает защит, а наоборот является вашей универсальной защитой. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса активируем биополе Константина. Меркаба активирована. Она подсветилась ярче просто. И поверх этой оболочки устанавливается специальная высокоаберационная... Защита действует, защита активирована. Готово. Ему идёт информация, что он не должен забывать про свои родные энергии. И если у него будет какое-то неприятное чувство, он может сжигать всё это своими родными энергиями. Абсолютно верно. Для этого он должен заправляться и обращать внимание на свои энергии, работать с ними. Это и есть самая сильная его защита. Против магии защиты мы его поставили. Её нужно обновлять. Хорошо, Константин, как вы себя чувствуете сейчас? Здорово чувствую. Я, кажется, потихоньку научился работать с энергиями. И мне это приятно. Не останавливайтесь. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Константина в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнате диагностики. Пошёл подъём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА